ТАИНСТВА ПРИЧАСТИЯ Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере», и я ведущий священник Максим Портнов. Таинство Причастия или Евхаристия является самым главным таинством Православной Церкви всего христианского мира. Это настолько важное таинство, что Господь, установив его, сказал, что всякий, кто будет в этом таинстве участвовать, попадет в жизнь вечную. Что же это за такое таинство? Мы поговорим с нашим гостем, настоятелем храма в честь покрова Престой Богородицы села Дубовый Умед и Иреем Назаром Курбановым. Отец Назарий, здравствуйте! Максим, здравствуйте! Таинство Причастия является действительно центральным таинством, и хотелось бы услышать для людей, которые, может быть, только начиная свои первые шаги в храме, Что же это за такое таинство, когда оно было установлено, и что оно означает, почему оно является краеугольным камнем всей христианской церкви? Таинство Евхаристии — это таинство, в котором мы соединяемся со Христом, причащаемся телой крови Христовой, телой крови Господней. Таинство было установлено на Тайной Вечере самим Христом, когда Господь взял хлеб, благословил его, указал на него и произнес слова «Сия есть тело мое», на чашу с вином указал и благословил, сказал «Сия есть кровь моя», и далее Господь произнес «Сия творите в мое воспоминание». То есть вот Тайная Вечеря является моментом, когда Господь установил таинство Святой Евхаристии. С тех пор церковь непрестанно за богослужением, во время службы, которая называется Божественная Литургия, совершает вот эту бескровную жертву, Евхаристию, где люди причащаются телу и крови Господней. Почему это необходимо? Ну, вот мы с вами в свое время общались по поводу таинства венчания, тоже говорили о том, почему необходимо. Вот для человека верующего причастие, вопрос о том, почему необходимо причастие, является таким же вопросом, как для человека простого. А зачем нужно есть? Мы не задаем такой вопрос человеку, а зачем нужно есть? Чтобы жить, если я не буду есть, я умру. Вот для человека верующего вопрос о причастии звучит точно так же. Зачем причащаться? Ну как? Я умру духовно. Причастие – это хлеб жизни вечной. Поэтому для человека верующего причастие – это жизнь, это тело и кровь Христова, это хлеб жизни вечной, который человек принимает в себя и соединяется с Богом. И об этом сам Господь Евангелие говорит, когда к нему пришло множество учеников на другой берег, после того, как он совершил чудо умножения хлебов и рыбы, когда накормил многих людей, они хотели его сделать царем. Он, значит, ушел от них, уплыл на другой берег. Ну, вернее, ученики уплыли, а он пешком по водам прошел на другой берег. И там уже, когда люди его настигли, стали спрашивать его, и он стал говорить о том, что вот вы веруете, потому что насытились. И стал говорить им о другой пище, не о пище земной, а о пище небесной. Та пища, которая дарует жизнь вечную. И Господь говорит, человеку, который есть этот хлеб жизни вечной, я его воскрешу в последний день. И далее Господь напрямую, уже в этом месте, это Евангелие от Иоанна, где он напрямую говорит, что кто не ест плоти моей и не пьет крови моей, не имеет жизни себе. И далее, в конце, потом уже после этой беседы написано, что многие ученики оставили Христа, говоря, кто может вообще слушать эти слова, о чем он говорит. Поэтому, то есть, важность причастия для христины, это как важность нам питаться просто человеку в жизни, в обыденной, так и в жизни духовной. Это наша жизнь, это хлеб жизни вечной. И даже вот молитву «Отче наш» мы читаем, где есть слова «Хлеб наш насущный, дашь нам несть». То есть, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Что отцы, святые, толкуют это место священного писания, что речь идет не только о хлебе земном, но в том числе о хлебе небесном, как раз о святом причастии. Поэтому, ну, здесь это вопрос о том, зачем нужно причаться, но он для человека верующего понятен сам по себе. Если мы говорим о том, как человеку неверующему понять, да, или, может быть, который только приходит в церковь, приходит к Богу, воцерковляется, то я объясняю так, вот тоже, когда беседуем мы с крестными о необходимости причащения самих крестных, о важности причастия детей, причащения детей. Вот у нас в мире есть множество святынь. Есть чудотворные иконы, есть чудотворные источники, есть там мощи святых, есть там части одежды, которые носили святые, да, и там апостолы, там поезд пристава Богородица. И когда вот эти святыни привозят куда-то, или сами люди в паломничество ездят и видят, что они там есть, эти святыни, стараются приложиться к ним, очереди выстраиваться. Но есть святыня, которая выше вообще всего, всех святыней в мире вместе взятых, если можно так образно сказать. Это как раз-таки тело и кровь Христова, потому что в причастии находится и пребывает сам Господь Бог. То есть происходит чудо, почему это таинство происходит, тайна, которую человек не может объяснить. То есть во время службы, во время божественной литургии, или обедня, как она по-другому называется, хлеб и вино преломляются, становятся телом и кровью Христовой, настоящими, подлинными телом и кровью Христовой. При этом они сохраняют, видимо, для нас свойства хлеба и вина, но невидимо. Это действительно сам Христос пребывает во святых дарах. И это величайшая святыня, которая пребывает в каждом храме, на каждой божественной литургии. Если бы у людей было бы понимание, осознание, знание того, что происходит на божественной литургии, что сам Господь пребывает в своих дарах, сам Господь находится на престоле в момент божественной литургии, когда хлеб и вино стали телом и кровью Христовой, то просто толпы бы людей были бы в храм. Родители бы каждое воскресенье, каждую службу приносили бы своих детей на святое причастие, чтобы прикоснуться к величайшей святыне. Чтобы не просто прикоснуться, то есть здесь не просто, как вот мы подошли, приложились к иконе, а происходит соединение человека с Богом, самое теснейшее. Человек, когда принимает святые дары, когда причащает тело и кровью Христовой, соединяется с Богом. И такого тесного общения, но его больше нет нигде, как в святом причастии. И это действительно великая страшная тайна. Как это может быть? Как хлеб и вино могут быть телом и кровью? Вот некоторые, например, христианские динаминации, протестанты некоторые, говорят о том, что это просто символизм. Ну вот же Господь сказал, сие творите в мое воспоминание. Вот мы воспоминания и совершаем это таинство. А здесь мы говорим о том, что нет, это не просто символизм. Это действительно тайна, это чудо, которое совершается. И если бы люди, может быть, не воцерковленные или те, которые далеки от церкви, понимали, осознавали, что происходит, я думаю, просто были бы толпы людей, толпы очередей в храмах для того, чтобы все-таки приступить к танцевой причастии. Вы, отец Назарий, замечательно привели вот эту аналогию, что у нас люди порой куда-то далеко едут, поднимаются в горы, платят деньги, чтобы увидеть что-то подлинно чудное. Чудное, может быть, с точки зрения истории. Мы говорим и о том, что есть христианские святыни. Слава Богу, их очень много и в нас в стране, и к нам периодически привозят на те или иные святыни. Есть возможность прикоснуться им. И действительно, в то же самое время, в самом даже маленьком храме, где-нибудь сельский храм, как у нас с тобой, отче, сельские приходы, совершается вот эта вот божественная литургия. А в Самаре или в каких-то других крупных городах это порой совершается вообще. Каждодневная служба совершается на каждой вот этой службе. Это удивительное таинство, когда действительно обычное с виду вино и хлеб становится самим Богом. Так вот, отсюда тогда самый, наверное, сложный вопрос. А зачем человеку соприкасаться со святыней? Зачем ему нужно куда-то ехать, окунаться в какие-то священные источники? Зачем ему нужно прикладываться к мощам тех или иных святых? Зачем ему нужно пить святую воду? И в конце концов, и причастие. Зачем тогда нужно и причастие, если оно является главной святыней всего мира? В чём смысл соприкосновения со святыней в целом и вот, в частности, непосредственно с причастием? Смысл соприкосновения в том, что человек был создан Богом для радости. И эта радость была именно в связи человека с Богом. Бог не создавал человека для страданий, для боли, для болезней, но создавал для вечной радости. И источником этой радости является Господь Бог. Когда произошло грехопадение, человек своим грехом, Адам и Ева, тем, что они нарушили заповедь Божию, они отсекли себя от Бога, они разделили себя с Богом и потеряли вот этот источник радости. И поэтому человек, находясь здесь, на земле, неся на себе печать вот этой падшей природы нашей, печать разделения человека с Богом, по сей день он порой это разделение усугубляет, чем? Собственными грехами. И лишает себя источника радости, источника жизни Бога. И Господь, видя нашу немощь, видя нашу тягу непрестанную ко греху, дал нам средства к тому, чтобы вернуться к этому источнику жизни, чтобы соединиться с ним, чтобы получить снова божественную радость и помощь от Бога. И вот это все проявляется как раз-таки в таинствах, которые есть в церкви, в том числе в таинстве слова причастия. Это проявляется через, опять же, мощи святых, через чудотворные источники. То есть, когда мы соприкасаемся с божественным, со святыней, через них мы соприкасаемся, соединяемся с самим Богом. А в таинстве причастия это соединение, оно еще происходит действительно в прямом смысле этого слова, явственно. И поэтому для человека, который желает быть счастливым, а это нормальное желание каждого человека быть счастливым, полнота счастья заключается только в Боге. Без Бога полноты счастья быть просто не может, невозможно. Это всегда будет какой-то суррога. То есть, полноту радости, полноту счастья может даровать только Господь Бог. И в том числе Господь вот эту радость, вот это счастье дарует через свою благодать, через действие Святого Духа, в том числе действуя через таинство Святого Причастия, и в том числе через святыни. Вопрос о том, почему тогда мы ездим к различным святыням, когда у нас есть причастие, на самом деле одно другому не мешает. То есть, ну, как для нас, для христиан, все, что нас окружает, наши христианские святыни, чудотворные источники, это все дорого для нашего сердца, это является частью нашей культуры, истории, частью нашей церкви, опять же, чудом, через которое действует Господь Бог. Поэтому для христианина, естественно, причаться непрестанно всю свою жизнь, причаться регулярно, но и в том числе, конечно же, прикасаться к святыням, как тому, что, опять же, тоже является для нас помощью и благодатной силой вот в исправлении нашей жизни, как еще одной возможностью соприкоснуться с Богом. Это как вот тебе скажут, что вот тут Господь, ты пришел и встретился с Ним, тебе говорят, а еще вот здесь Господь. Хочешь еще раз к Нему? Конечно, конечно, хочу. Прикоснуться к Нему через Его святых, через чудотворные источники. Поэтому для нас это все логично, естественно, и является частью нашей жизни, в которой мы получаем действительно подлинную, настоящую радость, и через это освещается вся наша остальная жизнь. Ну да, то есть получается, человеческая природа в силу своей поврежденности, она же повредилась вся, то есть все естество человека, повредился его слух, повредились его глаза, повредились его телесная вот эта вот оболочка. И получается, что, соприкасаясь с разными святынями, мы и как бы восстанавливаем ту первоначальную природу человеческую, которая была в Эдемском саду. То есть соприкасаясь с красивыми храмами или монастырями, то есть как бы освещаются наши очи. Значит, слушая там красивые песнопения, или если мы сами их поем, в том числе молитвы, да, то мы освещаем, соответственно, наши уста. Значит, через там Ладан, например, освещается наше обаяние, да, через соприкосновение к святыне, иконам, мощам, мы освещаем и уста свои, получается, и тело свое, да. А вот причастие, оно удивительным образом входит внутрь человека, в структуру самого человеческого естества. Не помню, кто-то из святых даже после причастия сказал, вроде вижу мои руки, но это твои, Господи, руки. Вроде моя кровь течет по венам, но это уже твоя кровь течет по венам. Получается, что человек уже здесь на земле соединяется с Богом. Вот у вас была передача про то, как нужно подавать записки. В частности, там говорилось о том, что есть записки, которые, когда читают священникам, вынимаются частички, и вот эти частички потом высыпаются в кровь Господню со словами «Отмы, Господи, грехи всех», вот имена, которые здесь вот назывались. Получается, что таинство причастия, оно освещает не только человека, который находится в данный момент в храме, но еще и тех людей, которые находятся за его пределами. А вот здесь получается, какая в принципе существует практика причащения и какая существует подготовка к таинству причащения. Вопрос на самом деле очень важный по поводу практики причения. В свое время, опять же, в той же Царской России была практика редкого причения, когда говорили о том, что нельзя, опасно причаться часто, нужно причаться только раз в год. Вот, слава Богу, от этой практики отошли. Все-таки мы сейчас вернулись к пониманию того, о чем мы говорили до этого, что причащение — это жизнь, это хлеб жизни вечной, и причаться нужно регулярно, это является частью жизни христианина. В подтверждение этому мы видим постановление древних соборов, канонов церкви, где одной из епитемий являлось отлучение от причастия. То есть отлучение от причастия считалось суровейшим, страшнейшим таким наказанием, если можно так сказать, за грехи серьезные человека. То есть это была катастрофа для верующего человека, что он не мог подойти к чаше. Все, он не мог причаться тела и крови Господня. То есть это говорит о том, что действительно было регулярное причащение верных, и это являлось частью их христианской жизни. В наше время, слава Богу, с этим более-менее становится все в порядке, и все-таки священники чаще-чаще призывают людей к регулярному причащению, хотя бы раз в три недели или раз в месяц, хотя бы. По поводу подготовки к причастию, здесь тоже есть несколько важных моментов. Но в нашей традиции русской православной церкви есть четыре основных пункта. Первый пункт — это что нужно попаститься перед причастием. Второй пункт — нужно почитать молитвы перед святым причащением. Третий пункт — нужно подготовиться к исповеди и поисповедоваться до святого причащения. И четвертый пункт — необходимо посетить богослужение. Не только саму божественную литургию, на которую мы причащаемся, но и накануне вечернее богослужение. Вот по поводу вот этих четырех пунктов тоже есть разные «но». Одни говорят, что если человек соблюдает все посты, какие посты? Среда, пятница, постные дни и четыре великих поста. Если человек их соблюдает, то ему перед причастием пост держать не обязательно. Достаточно того, что он в среду-пятницу постится. Есть момент, связанный с молитвами, когда тоже, что вот некоторые люди воспринимают молитвы как некое вычитывание, как некий обряд, который необходим, чтобы тебе достойно причаститься. Начинают говорить, что нужно там три канона прочитать, нужно прочитать последование, может быть, еще можно что-то добавить. забывая все-таки о сути, для чего вообще эти молитвы были установлены, но мы об этом еще поговорим. Здесь тоже есть разные мнения. По поводу исповеди то же самое. Одни священники говорят, что вообще нельзя это неправильно привязывать исповедь к причастию. И на самом деле действительно исповедь является отдельным таинством, которое не связано с причастием. Но вот в нашей традиции мы всегда исповедуемся перед святым причащением. И некоторые отцы говорят, что вот это плохо. И мы знаем даже традицию некоторых церквей православных, где нет такой практики, обязательно исповеди перед причастием. Где просто вот люди приходят на литургию, прям есть целые такие приходы, где всем приходом они причащаются. И опять же, четвертый момент по поводу богослужения. Некоторые люди просто забывают, что на самом деле вечернее богослужение, оно связано с богослужением утренним. Почему мы говорим, что человек, который хочет причаститься, нужно прийти накануне на службу, потому что это одна единая служба. Это все является подготовкой как раз-таки к святой Евхаристии. Поэтому важно, чтобы человек, желающий причаститься, посетил вечернюю службу. Но опять же, здесь тоже бывает но. Бывают разные обстоятельства, когда действительно мы допускаем человека, который просто пришел к божественной литургии, по каким-то причинам он не смог вечером прийти. И мы его допускаем даже несмотря на то, что он только утром на литургию пришел и не был на вечерней службе. Вот если грубо сказать о таких подготовительных моментах, они стандартно такие. Теперь, если мы поговорим о сути, здесь важно понять, какой момент. Есть два главных условия причащения. Вера, первое, и второе, покаяние. То есть человек, который желает причаститься, в нем, конечно же, должна быть вера в Бога, вера в Иисуса Христа, вера в то, что это действительно подлинное тело и кровь Христова, что это огонь палящий. Во-вторых, должно быть покаяние. То есть о чем мы с вами уже в передаче когда-то говорили. Желание исправления собственной жизни. Опять же, под это покаяние мы можем под этот термин покаяние мы можем говорить и о примирении с ближними. То есть человек, который желает причаститься, важно, чтобы у него не было обид, чтобы он смог или хотя бы стремился к тому, чтобы простить ближних, находился с ними в мире. Именно поэтому в свое время была практика вот перед причастием такой общей исповеди, что люди примирялись сначала друг с другом и потом уже причались. Поэтому, по сути, необходимы два важных условия для того, чтобы человек мог причаститься действительно себе во спасение. А причаститься еще можно и во осуждение. Вот это тоже очень важный момент. То есть, чтобы причаститься во спасение, во исцеление души, должна быть вера и покаяние. И вот эта вся подготовка, она как раз-таки на это и направлена, чтобы человека подтолкнуть к вере, к осмыслению Таинства Святого Причастия, о том, к чему он приступает, к кому он приступает, что он делает, и подтолкнуть его к покаянию. Поэтому, когда мы, например, говорим о том, что необходимо молитвы прочитать перед причастием, так смысл не просто в самих молитвах, что их нужно вычитать, а смысл в контексте, в смысле в том, что написано в этих молитвах. Мы почитаем текст молитвы, увидим, что там, во-первых, вера в то, что это действительно подлинное тело, кровь Господня. Огонь попалящий, Господи, не попали, не спали меня, дай мне возможность достойно причаститься от твоих тайн. И, во-вторых, красной нитью проходит тема покаяния. Осознание собственной греховности. Господи, прими меня как блудницу, как прокаженного, как одного из наемников твоих. Вот для чего нужна эта подготовка. И пост, в том числе, как костыль, человеку немножко выйти из этой жизни светской, если человек, например, никогда не постился, конечно, ему нужно попоститься, немножко смирить свое тело перед тем, как приступить к Тане, задуматься, через что как раз-таки могут скрыться и многие другие какие-то немощные достатки, грехи человека. Поэтому вот эта подготовка, она не ради подготовки, а ради того, чтобы человеку, в человеке пробудить веру, чтобы человека настроить на дух покаяния, пробудить в нем покаяние. Исповедь, естественно, но она необходима. Если сейчас просто взять и всех подряд причащать без исповеди, ну это просто страшно, потому что порой люди, которые особенно первый раз пришли в храм, там совершили какие-то страшные грехи, в том числе грехи аборта. Ну как мы их без исповеди сразу допустим ко святой чаше? Такая практика причащения без исповеди допустима в тех приходах, где священники, духовники знают людей уже много лет, они их исповедуют, они там приходят постоянно к священнику, эти люди уже с одними и теми же грехами, там, как отец Андрей, там, ткачок говорит, молочко попила, там, я не знаю, котенка там корову ударила, там, или еще что-то, его там помыслы и так далее, все это уже знаем. И священник знает, и человек, может, вчера причащался, а завтра опять праздник, ну не надо опять идти и что-то из себя выдавливать, там, выискивать какие-то грехи, иди спокойно причащайся, все. Никто тебе слова не скажет, священник тебя знает, и не нужно опять бежать на исповедь, выдавливать что-то из себя. Поэтому вот на тех приходах, где священник знает людей, которые у него регулярно исповедуются, там такое вполне возможно, и даже это будет правильно, что не надо из таинства исповедь делать шлагбаум такой перед причастием. Но глобально, я считаю, что это очень опасно, брать просто и всех подряд причать, просто потому что человек приходит, и священник не знает, а что это за человек, а вообще какой он, а может он вообще не православный. Человек пришел на исповедь, а выяснилось, что человек вообще, оказывается, перешел в ислам или еще куда-то. Его нельзя просто сейчас взять, так и причастить. Много есть моментов. Поэтому, когда мы говорим об исповеди, как о необходимости перед святым причастием, это действительно необходимо. Но нельзя к этому относиться формально. В том числе, я считаю, и нам, священникам, нужно всегда все-таки смотреть на тех людей, которые приходят. Если эти люди регулярно желают причащаться, то не надо заставлять их каждый день и себя там выдавляют какие-то грехи, которых, может быть, даже и не было. Спасибо большое, отец Назарий. Дорогие зрители, я надеюсь, что вы, посмотрев данный выпуск, захотите прийти в храм, подойти к Святой Чаше, подготовиться, увидев, насколько это важно, насколько это меняет самого человека, насколько это даёт душевные, духовные, а порой даже и физические силы. Потому что перед тем, как причащать, священник читает молитву, где, в частности, есть такие слова, что пойдёт мне это причащение в исцеление души и тела. Поэтому Таинство Причастия, оно действительно оздоравливает человеческое естество, как физическое, так и духовное. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова